Посольство Благословенного Царства Божьего Благословенного Царства Божьего Благословенного Царства Божьего Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благ и милости 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 Аминь! Слава Богу! Мы счастливы, что мы сегодня здесь от имени всех выпускников Центра реабилитации, вместе с вами здесь, на этом месте, имеем такую возможность воздать Богу славу за то, что мы сегодня живые. Мы благодарим Бога за наше посольство Божье. Мы благодарим Господа за нашего пастыря Сандея. Спасибо вам, пастырь Сандея. Мы благодарим всех, кто в течение этих 10 лет поддерживал ваши руки. И мы благодарим вас, пастырь Сандея, за нашего лидера, за того, кто в 1994 году организовал под вашим руководством этот Центр реабилитации. Спасибо вам! Слава Богу! Давайте воздадим Богу громкую славу! Халилюйя! Слава Богу! Слава тебе, мой Бог! Халилюйя! Слава Богу! Слава Богу! Вчера уже здесь говорили о том, что в нашем Центре реабилитации за 10 лет, 27 апреля, мы тоже празднуем 10-ю годовщину Центра реабилитации, приглашаем всех на эту годовщину. Более трех тысяч человек получили полную свободу от наркотической и алкогольной зависимости. Более трех тысяч! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Господу! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, прежде чем буду говорить обо всех остальных служениях, вы знаете, у нас 16 пасторов, которые являются выпускниками нашего Центра реабилитации. Мы возглавили церкви по Украине, России, Белоруссии, а также в городе Киеве. И мы бы хотели пригласить их сюда на эту сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Было бы, наверное, неправильно говорить, что только в этих церквах, которые возглавляют эти пастора, работают в центре реабилитации. Сегодня нет такой церкви при посольстве Божьем, в котором бы не работал центр реабилитации. А их только в Киеве 34. 121 церковь на Украине и 334 церкви во всем мире. Представьте себе, сколько людей, которые просто приговорены к смерти, получают свое второе рождение вот в этих центрах реабилитации. Разве это 3000? Разве это 9000? Конечно нет. У нас в центре реабилитации, который здесь, в Киеве, очень много филиалов. И один из таких самых деятельных центров реабилитации, филиалов, это филиал на Харьковском массиве. Директором которого является Феликс Вассерман. И он сейчас немножечко расскажет о своем центре. Я в прошлом был наркоманом. На протяжении 5 лет я употреблял всевозможные разные наркотики. Бог меня освободил через этот центр реабилитации. И по окончании центра он вложил в мое сердце желание служить таким же людям. Он вложил в мое сердце откровение о том, как это делать, даровал мне стратегию. И я начал заниматься таким же центром подобным, только на другом берегу города Киева, на левом берегу. Для этого мы сняли частный дом, я поднял команду служителей. И этот дом он начал существовать. Этот дом мы назвали круглосуточным центром реабилитации. Восстановительный духовный центр, который человек может пройти в любое время суток. Днем или вечером. Там, в этом доме, он мог приобрести свободу, духовную, моральную поддержку, а также физическую помощь. Мы стали кормить людей и духовной пищей, и физической пищей. И о нашем доме, о нашем центре начала расходиться хорошая молва. На сегодняшний момент мы размножились. У нас три подобных центра. Это стационарный центр реабилитации. Также мы открыли совсем недавно женский центр реабилитации. И круглосуточный центр реабилитации, он также и продолжается. Наша задача, как служителей этого центра, не просто сделать так, чтобы человек, он освободился от наркотиков, но чтобы он был восстановлен как личность. Чтобы он те таланты, те дары, тот потенциал, который вложил Господь, чтобы он максимально сумел развить, открыть, подчеркнуть в самом себе. И мы постарались, чтобы эти люди, они помимо того, что они освободились от наркотиков, мы постарались сделать так, чтобы они состоялись в этом обществе. Для этого мы создали небольшие производства, мы занимаемся копчением, занимаемся ремонтами. И параллельно работают с вами? Да, они работают. Небольшая трудотерапия. Ну, не просто трудотерапия, а там, где мы обучаем людей приобрести специальность. Потому что на сегодняшний момент эти люди, они, в принципе, все были воры, бандиты. Получается, помимо того, что вы людей, благодаря Богу и вам, вы освобождаете их от зависимости, вы им еще даете специальность? Да, мы обучаем их специальности и направляем их уже по этой специальности в это общество, для того, чтобы они там уже жили. Если этот человек, он призван быть бизнесменом, мы пытаемся дать ему все возможные знания и первоначально какой-то небольшой капитал для того, чтобы он начал заниматься каким-то малым бизнесом, каким-то предпринимательством. Если этот человек, он призван быть мастером ремонтов, там, домов или квартир, мы также обучаем этой профессии и специальности. И на сегодняшний момент у нас уже около трех с половиной лет этот центр посетили около 400 человек. 40% людей, которые пришли на этот центр, они уже не возвратились к старому образу жизни. На сегодняшний момент это полноценные граждане этого общества, это восстановленные семьи, это радостные матеря. И мы верим, что это только начало. Мы благодарим Бога, что у нас есть такой пастор Сандей. Я благодарю Бога за своего пасторя и лидера пасторя Наташу Потапаеву. И я хотел бы два слова дать, чтобы свидетельствовать тот человек, который прошел этот центр реабилитации. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогая церковь. Мы семья бывшей наркомана, я прокололся 8 лет, жена моя прокололась 6 лет. Я получил свободу полтора года назад, жена больше, где-то 2,5 года назад. На сегодняшний день я закончил центр реабилитации, я являюсь служителем этого центра. У нас трое деток. Я работаю... Аллилуйя! У нас есть малый бизнес, я работаю. И слава Богу, за все это действительно хвала только Богу. Аллилуйя! Если вы хотите узнать поподробнее о нашем центре, вот есть на раскладках кассета. Там все о нашем центре. Она называется «Рабство не для тебя». Приобретайте. Рабство не для тебя. Юрий Панченко, он один из первых выпускников нашего центра реабилитации, 1994 год. Он также нашел свое служение в том, что он бизнесмен, он предприниматель, и в его бизнес он привлекает ребят из нашего центра реабилитации. Это те, которые прошли реабилитацию, и он учит их, как делать свой дом уютным и красивым. Они изготавливают прекрасную мебель. Вот здесь, на втором этаже, у них выставочный павильон. Вы можете познакомиться с их работами. Юрочка, и вкратце, если можно. Я тоже был наркоманом, несколько лет употреблял наркотики. В 1994 году я попал в церковь «Слово веры», и благодаря Наталье Анатольевне Потопаевой и Репцентру я получил полную свободу. Уже 10 лет я не употребляю наркотики. 10 лет церковь! У него тоже юбилей! У вас сегодня тоже юбилей! Бог освободил меня от всех вредных привычек, от всех грехов. И моя жизнь очень сильно изменилась. И с 2001 года я стал предпринимателем частным, начал заниматься мебелью. И вот буквально недавно, во время поста, в декабре, Бог дал мне такую любовь. Я всегда был эгоистом, я всегда думал только о себе, как мне, что мне, а что мне с этого будет. То есть вот так я всегда жил, хотя был верующим. И вот буквально недавно, знаете, мне Бог дал такую любовь и понимание, что вообще моя жизнь только для того, чтобы помочь кому-то. Как я могу, пусть это малое что-то, хоть один человек, но я должен кому-то помочь. Слава Богу! Сердце настоящего! Спасибо, Ира! Вы знаете, говоря о наркомании, нельзя забывать о том, что она за собой несет. И сегодня уже ни для кого не является секретом, что 80% инъекционных наркоманов ВИЧ-инфицированных. И у нас в Центре реабилитации работает кабинет доверия. И об этом кабинете сейчас вам расскажет лидер этого кабинета, Наталья, ее муж Максим. Добрый день. Ну, я коротко расскажу о себе, то, что в церковь привела меня проблема не только наркомании, но вторая проблема, которая привела меня в церковь, это ВИЧ-инфекция. И, естественно, передо мной стал выбор, выбор о будущем, выбор, что делать. Я просто, ну, была в растерянности. Проходя программу реабилитации «Будь к свободе», я не просто освободилась, Бог не просто дал мне свободу от наркотиков, но я еще и исцелилась. Это чудо. Аллилуйя. Полностью. Это чудо. Потому что я пошла, я сдала анализы, и подтвердилась, что я здорова. И я за все это благодарю Бога. Но я не только получила свободу, я не только... Но и сейчас я учусь, я аспирант, я пишу кандидатскую диссертацию. Но кроме этого... О, слава Богу, Бог полностью восстановил вас, Вашу семью. Аллилуйя. Но не только это. Это я еще чувствую потребность помогать таким людям. И 1 декабря мы открыли кабинет доверия для ВИЧ-инфицированных и спидбольных. И я вам хочу сказать, что прогресс идет. Люди приходят, получают освобождение. И не только освобождение. Они находят себя. Они находят себя в этом мире. Они понимают, что они не одни. И я знаю, я верю, что если Бог это сделал в моей жизни, то для Него нет ничего невозможного, чтобы исцелить каждого. Аминь. Аллилуйя. Я хочу сказать, что кроме этого, Бог еще одно чудо совершил в жизни Наташи. Она вышла замуж. Тоже забывшего наркомана Максима. Потому что для девушки, которой ВИЧ-инфицированная, это все. Это уже полностью разрушенная, разбитая судьба. И выхода никакого нет. И вот в таком состоянии она пришла к нам в реабилитационный центр. Она пришла в церковь. И я ей сказала, Наташа, для Бога нет ничего невозможного. Я была единственным человеком, который знал о ее проблеме. Она никому не рассказывала о том, что она ВИЧ-инфицирована. Потому что она этого стеснялась. И, конечно, это огромная победа, что Бог ее исцелил. И что сегодня она уже не стесняется этого. Она говорит об этом во всеуслышании. Для того, чтобы услышали те люди, которые, может быть, сегодня еще живут в страхе. Которые, может быть, сегодня боятся признаться даже родителям. Боятся признаться кому-либо о том, что у них ВИЧ-инфекция или СПИД. Но я вам хочу сказать, не нужно вам этого бояться. Мы здесь, на земле. Тем более то, что мы попали в церковь. Мы спасены. Мы призваны Богом. Только лишь для совершения Божьей воли. И пока ты Божью волю не совершишь. Пока ты не исполнишь свое предназначение. Никакая смерть тебя не возьмет. Дьявол к тебе не прикоснется. Главное, ты должен осознавать это. А если ты уже совершишь свое предназначение. Если ты исполнишь Божью волю на земле. Зачем тебе тогда и жить? Аллилуйя. Аллилуйя. Добрый день. И, в принципе, жена уже все рассказала. Я тоже был зависимый пять лет. И сейчас пятый год я не употребляю наркотики. И, то есть, как бы, тоже служу в церкви. И Бог вложил мне в сердце, то есть, идти учиться. Я поступил... Вы учитесь? Да, я поступил в этом году в Киевский экономический институт. И я думаю, что Бог... А специальность какая? Менеджер. Менеджер. Аллилуйя. Я думаю, что Бог, если дает свободу, Он ее дает для того, чтобы мы ее использовали, для того, чтобы в будущем влиять в тех сферах, в которые мы призваны. Аминь. Слава Богу. Спасибо. Что сделать для вас, Господь? Вы знаете, любую проблему, прежде чем лучше сначала предупредить, чем потом ее лечить. И с этой целью при нашем центре работает целое отделение по профилактической работе от наркотической зависимости. Это вузы, учебные заведения. У нас специальная программа, где мы проводим лекции, беседы. И вот один из лидеров этого отделения, вот Сережа Кушнирук, он сейчас тебе расскажет немножко. Меня зовут Сергей. Я употреблял наркотики на протяжении пяти, около шести лет. Был зависим, и как у всех наркоманов была разбитая жизнь. Придя в центр реабилитации, Бог меня восстановил. Бог дал мне какие-то идеи, Бог дал мне мечты. И на данный момент я поступил в академию, учусь, получаю высшее образование. Аллилуйя! И кому вы служите, где вы служите, какие кабинеты, какое образование? В общем-то, я, да, тут говорят, какое. Я учусь в академии МВД. Аллилуйя! Аллилуйя! Юридическое образование и для бывшего наркомана это, конечно, чудо. Это супер! Учиться в академии МВД. Вот, и прямо там же... МВД тоже чудо. Да, все знают, что у наркоманов есть проблемы с органами, а у органов есть проблемы с наркоманами. Это еще мягко, вы сказали. Вот. И я, мы проводим с командой ребят, мы проводим профилактику не только наркомании, а вообще вредных привычек, морально воспитываем молодежь. В вузах мы ходим в академии, в университеты и преподаем там, проводим лекции. Вот то, что мы делаем, вот мы еще делаем, мы регистрируем молодежную организацию для того, чтобы мы могли официально заключать договора с вузами, официально работать целый год, планировать свою работу и влиять на молодежь. Слава Богу! У нас все спасло. Ввиду того, что у нас не совсем достаточно времени, я буквально вкратце хочу сказать. Вы знаете, с этой же целью, чтобы положительно влиять на молодежь, при центре реабилитации, мы открыли газету, молодежную газету, которая называется «Лестница», и планируем ее первый выпуск к нашему десятилетию центра. А также работает у нас стационар, где в течение вот последних уже двух лет, полутора лет, более 150 ребят получили, прошли реабилитацию, и 56% не вернулись в прежней жизни. Это очень высокий показатель. Кроме того, у нас работает «Линия доверия». Это совместный проект с Благодарительным фондом «Социальное партнерство». В течение года на нашу «Линию доверия» позвонили более 7 тысяч матерей, отчаявшихся и несчастных матерей, которые не знали выхода. Сегодня мамы, которые прошли наш центр для созависимых, дети, которые получили полную уже свободу, служат на этой «Линии доверия» и помогают другим матерям. Это колоссальная работа. Вы знаете, можно было бы говорить о центре много, но времени, к сожалению, не хватает. Всех, кто хочет узнать о нас побольше, мы приглашаем к нашему стенду на первом этаже. Мы вам дадим полную информацию о деятельности нашего центра. Так и называется реабилитационный центр «Любовь» на первом этаже. Спасибо вам. Благодарим вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарим вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 наверно наверно кто-то и думает сейчас до этой стране не повезло неужели наркомании и алкоголь но алкоголь настолько сына в этой стране что столько людей зависимы хочу вам сказать и в вашей стране тоже у вас тоже самое количество людей и проценты людей тоже сами ваши странах и ваши города тоже они полно там их полно там наркомании алкоголики курящих и но блудники грешники в экзек ватай он их масса в экзек а почему тогда мы их не видим у нас стране или они не в наши сервер вовтом то и проблема что пока церковь не станет ответом и представителем бога на земле город ваше будет погибать страна будет погибать у будет ли сребляса народ и мы будем только пожимать плечами потому что мы занимаемся своими серковными делами а люди грешники занимаемся своими грешными делами том-то и дело что почему эти уже стоят не как наркомании а как бывшие наркомании алкоголики потому что вот появилась сила в обществе который берет на себе ответственность бить решением на всякого порока общества первый день вчера мы слышали утром как евангелие и серко влияет на культуру на искусство на музыку днем мы слышали вечером как церковь божий влияет на политику в не успели это вам говори вчера наша церковь лице наши депутатов ли они михайлович васили василий вишанопенко если их сложить вместе получается что члены этой церкви это церковь больше приняла закон украины больше законов проектов законов прияты членами серпи чем все фракции нету одной фракции который имеет допустим есть только леонид шенаревский принял его законов 400 постановленных законов 400 не один не одна фракция другой депутат более 100 таких постановленных законов так что получается что мы как церковь конечно мы не говорим что мы серко потому что церковь не занимается политикой но вот люди которые имеют внутри земля саспа божие они больше с 8 любой партии не только больше чем партии они приняли законопроектов но больше чем фракции а что такое фракции это много партий много лидеров партий вместе все фракции где много по 5 10 партий не приняли половина тех законов которые приняли только члены церкви скажите а влияние саспа боже саспа боже саспа боже как он саспа боже почему же нет избавителей это моя проповедь вчера где избавители вот избавители эти лидеры берете на вами избавители на вами избавители бог говорит нет сюда нет правды не справедливости нет истины то остановить то остановить беспорядка то остановить слезы то остановить креки матери то остановить мужчине и прежде времени смертей и бог говорит я смотрю нет человек не станишь не ты человеком или нет боже определение человек это не тот который имеет плоть и кровь Человек – это тот, который несет в себе качество создателя человека. КОНЕЦ Миллион людей на свете. Миллиарды людей на свете. И Бог говорит, нет, среди них. Человек – это миллиарды. А потому что Бог не считает. И ты одежда, лицо. Он считает качество, нишностей. Если кто борется за правду, если кто ищет и постановляет праведность Бога, если кто принесет и утверждает истину Божию, если кто принесет и уничтожает зло, принесет качество Бога и утверждает его на земле, того Бог только признает за человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В этой сфере жизни, куда Господь нас посылает. Молодец, девушки, парни, мужи, жена, которые поступили в Ушитца, они хотят стать людьми человеком перед Богом. Многие из нас перед Богом. Многие из нас перед Богом, ми не человек, ми си воли твари. 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 Многие из нас, мы уже прожигали половину своей жизни. Что ты сделаешь со второй половиной, со второй половиной? Пока ты не станешь проломой за землю и не станешь восстановителем земли и развалем, ты прожигаешь жизнь дальше и будь здоров. Потом, когда тебе станешь 70 лет, ты смотришь назад и не поверишь, что уже все. Уже прожил все и не успел жить дальше. Зато Бог вас и освободил. О, человек, показал тебе, что доброе, что теперь ждет от тебя Господь, чтобы ты также начал действовать. Действовать в том, чтобы правду утверждать, истину постановливать, справедливоствовать. Вы должны определить для себя. Вы должны просить, что Бог вам открыть глаза. Все взяли. Чтобы он определил вам, где мне должны стать. Можете быть как пастор, может быть как бизнесмен, может быть как образование, может быть как политик. Вы должны определить, определить выезд от Бога, где я должен менять эту историю. И теперь посвятить всю жизнь тому, чтобы принести, в принципе, Сосва Божия во все сферы жизни, утверждая, что есть выход. Вы должны слушать меня или нет? Пожалуйста, я умоляю вас, не просто будьте верующими, у Божьего понятия не таких понятий верующих. Он так не считает. Либо ты человек, либо ты не человек. Фа! А кто человек? Тот, который борется. Он говорит, Бог огорчается, что нету избавителя. Почему же нету избавителя? Вот вы избавители. Нет! 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 Это символич потенциально. Но на самом деле, станте ли вы избавители, или нет? Феликс Греон. Вот здесь и да. Молодой человек. Умирал. Он же все прогнился от наркотики. Теперь, получив избавление сам, решив что ты делаешь о своем поколении. В это время, в это время, мы с вами, которые не глились от наркотики, не погибали от алкоголя, мы думаем, а мы сели, а я имею в высшее образование. Но что только? Кого ты спас? Покажи мне пальцем. О! Живем для себя. И тем самим, испанная не воля у Бога, апостолов Шеванас, но испанная воля у сатаны, который как раз и есть первый эгоист, и только хочет, чтобы все жили для этого эгоизма. И для только себя. И не знаем, будучи в церкви испанная программа у сатаны, натурально. А Бог огорчается. Богу плохо, что нет человека. Как это у нас так много, а Бог будет говорить о нет человека? Обидно! Как это он платит свою сыну, свою жизнь, кровь в пролее, ради нас, чтобы мы стали избавителями от его имени. И все равно, нас так много, все равно ни на кого из нас не может полагаться. Обидно! Если вы не примите решение стать человеком, и принести изменения в какую-то сферу жизни, все пропал. Вот почему я здесь на Украине. И я готов палиться у украины. Что я сказал. Мне тоже не помню. Или меня убил, или это страна. Изменяется. Аминь. 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 Я бросаю вам весов, перестать быть хорошенькими верующими. Что я сказал? Перестать быть хорошенькими верующими. Кто-нибудь понимает меня или нет? Твоя культурность – это то, что делает тебя бесполезным и не нужным для Бога. Кому нужна твоя культура, когда она никому не помогает? Я уже принял свое решение, друзья. Если надо, я буду радикалом, только чтобы кого-то спасать. Если надо, я буду сумасшешем, я буду фанатом. Если надо, я буду глупим. Если надо, я буду умолять людей. Если надо, я буду плакать людям. Только чтобы изменились во славу Бога, который Jesus for you отдал для меня. Возьми мамам города, я буду волноваться во всемуятию и Labourе. Какое твое решение? Бог задает этот вопрос, и я слушаю Его к�. Какое твое решение? Бог возмущается, и я возмущаюсь от Его имени. Какое твое решение? Если ты не можешь взять континент, воспертие страну. Если ты не можешь взять страну, воспертие город. если ты не можешь взять город восьми от какой-то подъезд я я жду чтобы вам раздирала все чтобы ваше сердце раздевал раздиралась так что она очень сабы но выпрыгиваться из вашей души чтобы ваше кожи чтобы не знали куда себе отдать пока вы нашли наш нот и что-то делать чтобы вам рванулась так внутри что вы захотите вернуть весь мир как я я тоже вы не будете одной мы будем ваше компания славы станьте радикала миссам ной позже радикали лезмени не мира станция дикала мисс а мной чтобы переверну мисс праведлива с и утра дисправедлива с божью странте фанатами сам ноги чтобы постановить правду и уничтожи без акония да 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 и все что надо будет все что надо будет радио теле мисс дэла им надо будет поститься я буду пассажир на дабы малиста по поводу молиса надо будет платить цену будет платить сени надо эти университет байдер университет и надо кришот на площадке а методи я лею Но наше поколение изменится во славу Бога Оса, именем Иисуса Христа. Наше поколение, наше поколение, наше поколение изменится. Я говорю, моё поколение изменится. И прославится. Нас слишком много, чтобы затрясти не только Украину, но и всю Европу. Нас слишком много. Достаточно нас, чтобы затрясти всю страну, пока она не станет на колене. Нас слишком много, чтобы прикоснуться до конца мира. И чтобы явить славу Его от восхода, солнце до Его захода. Аллилуйя! Нас слишком много. Я говорю, 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 нас слишком много. Сила воскресения с нами. Сила Божья с нами. И воскрепость на нашей стороне. Нас слишком много. Субтитры делал DimaTorzok я не понимаю что вы здесь вы это смотрите, скрещи Богу, чтобы не спрятаться не спрятаться, не спрятаться не спрятаться, но спрятаться по поэтому повел из минус войны и вот я стал сам left sack of a shall we got so чтобы каждый был спасен. Давайте прежде чем-то старт кем угодно. Чтобы его воля исполнился. Дайте Богу славу. Спасибо. Аллилуйя! Аллилуйя! Good morning, everyone. Доброе утро всем. I feel like I've been born again. Я себя так чувствую, как будто я заново, снова родился. Yesterday, when I spoke to you, I had been on an airplane for 20 hours. And then I got off the airplane, changed my clothes. And came here to rejoice with you in the Lord Jesus. And so, So, while my body was here, my mind was many miles away. But my spirit was rejoicing with you. Then, last night, after our wonderful time of celebration, I went to the house and slept slowly. Sleeping last night for me was heaven. And so, this morning, I feel born again. And so, this morning, I feel born again. Spirit-filled. Renewed in the Word of God. And in love with you. And so, this morning, I've been able to love you. And so, this morning, This morning, this morning, we're going to be studying a section from Scripture that is so exciting. I want to talk to you about the attitude that God teaches us that we'll open many doors. It's the attitude that Jesus had. We call it the Philippians 2 attitude. And this is a worldview or an attitude that will open many doors of success for you. Now, this is very important this morning. Let me tell you a little of my story. I was raised on a pig farm in Indiana. A pig farm. So, my father was a farmer. My father was a farmer. We had very little money. And not much hope of getting off the farm. And the hope to go and go and go into the city was also very small. But my father found out about being born again. But my father found out that he could be born again. And he learned how to be delivered of demonic activity. He discovered in the word of God how to be Spirit-filled. And so, he started to pray around our farm. And God started to give him ideas. And God started to give him inventions. started to give him thoughts about businesses. And so, dad started inventing things. And people started buying those inventions. If we were in the United States, I would start telling about the different things he has invented. And everyone in the crowd would know him because they use his inventions. And many of you use some of his inventions. And so, as the years went by, we didn't need to stay on the farm anymore. And that opened the door then for all of us to be able to do significant things in the kingdom of God. Now, to be a farmer is an honorable thing. But it wasn't God's plan for my life. God wanted to do something different with me. God wanted to do something different with my dad. God wanted to do something different with my brothers and sisters. And just as God changed, changed, or, since God developed his plan for our life, so God has a wonderful plan for your life. God wants to do miracles in every one of you. And as God does miracles in every one of your life, he will want you to use an attitude that will open the door for greater success. And so let's look in Philippians, the second chapter. Beginning in verse one. Here the Bible says, and I'll read these one verse at a time. Okay? If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion. Now all of us in this room are united in Christ. All of us in this room have been comforted from his love. Every one of us rejoice because of fellowship in the Holy Spirit. And every one of us are grateful for tenderness and compassion. Then he says in verse 2, then make my joy complete by being like minded, having the same love, being one in spirit and purpose. So in other words, all of us are supposed to have the same purpose. We're to be like minded. That's why we have a pastor. When he says let's build a school, then we all use our different gifts to make sure that school is built. When he says let's educate children, then we all work together to educate children. When he says let's all of us work together to rejoice in what God has done for us. So we are like minded. Then he says having the same love. Love means we live for other people's good. We live for their benefit, not our own. being one in spirit and purpose. Then in verse 3 he says do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. So here he's saying we need to live our lives for other people's benefit. We don't live for us, we live for them. When we pray, we don't just pray for us, we pray for them. when we live a moral life, we don't just live a moral life for us and our children, we live a moral life for the benefit of others to see a witness. when we plant a church, we don't just plant the church for us, we plant the church for the benefit of those in the community. when you go to work on time, you don't just go to work on time for yourself, but you go to work on time to demonstrate the fact that your life is given to Christ. So we as Christians are to consider others better than us. God has given us power so we can care for others. God has given us food so that we can care for others. God has given us things so that we can care for others. So we must build great churches, but we don't build great churches for us, we build great churches for the entire city. That's why in verse 4 it says each of you should look not only for your own interests, but also for the interests of others. So we know that there are alcoholics in the city. Therefore we must make this church even stronger. we know that there are lost people in the city. They don't know the Lord Jesus at all. Therefore we must do everything we can to build this local church. The reason we need to prosper is for the good of others. The reason we need to be strong is for the good of others. The reason we need to succeed is for the good of others. When God started to give my father better ideas than he'd ever had before, it was for the good of others. He prospered because of it. But his prosperity led to the prosperity of many others. see when you are strong you're able to help others. If you are weak you can't help anybody. When you prosper you can help others. if you have no prosperity it's difficult to help others. When you have influence you can help others. If you have no influence it's difficult to help others. So God wants to prosper you. God wants to give you great power. God wants to do wonderful things in every one of your lives. So that you will have the strength to help others. Those that just testified of being delivered from alcohol. Now they can help many others. But if they were out in the street drunk they couldn't help others. Every one of us are either givers or takers. If we have strength and influence we can give to others. If we are weak then we must take. The scripture says it is better to give than to receive. God wants to give you power so that you can give. When you live an honorable life you give to your whole family. if you become an amoral person then you take from your whole family. When you are a prosperous person you can give to your whole community. If you don't prosper at all then you have to receive from your community. God is in the process of doing a miracle in the Ukraine. Over the next years God will continue to pour out his spirit here in a powerful way. You will pray from your position of authority and bind the powers of darkness away from the people in your nation. And God will pour out his spirit in the minds and in the hearts of the people of your nation. And they will start to get better ideas than they've ever had before. And they will to get better ideas than they've they get better and better ideas they will prosper both spiritually and physically and as they prosper physically and spiritually they will be able to grow and give like never before and they will to be потреб and because of it your nation will prosper and because of it your children will be better off than you are just as many of you are better off than your parents were and your grandchildren will be better off than your children because God is revealing himself in the nation of the Ukraine and as God blesses your nation your nation will prosper and as your nation prospers you'll be able to give to one another like never before last night on this pulpit we saw a man who has great influence in your country and he explained how he helped Pastor Sunday he was able to help because God had given him something that he could use to help with since he had something he was able to use it to serve somebody else on Sundays you see Pastor Sunday up here preaching the word of God since Pastor Sunday has something inside of him he's able to give it away to be a blessing to all of you he has to have something in order to give it away since he has something he's able to serve you with it and it makes you better off since the man last night had something he was able to give it away and it made all of us better off so when you have something you can use it to serve others and it makes everybody better off all of us know about Bill Gates Bill Gates was an average man Bill Gates was an average man who got the idea of developing the Windows operating system because he makes a great deal of money Bill Gates has made every one of our lives better off but one of the great crisis we face in the world is the AIDS problem AIDS problem in Africa now listen closely to this Bill Gates has given more money to fight AIDS in Africa than all the nations of the world combined behind so since Bill Gates was raised in church so he knows that his wealth is to be a blessing to the world now it's very important that we understand when people have something they can do something with it that's good if Bill Gates did not have the money from the Windows operating system then there wouldn't be nearly as many people still alive in Africa see God wants to do some miracle in you so that you can do something wonderful for other people so that's why God describes what the Lord Jesus did Jesus has all power Jesus has all authority Jesus is God we have the Father the Son and the Holy Spirit and Jesus is the Son of God and with all of his authority and dominion he decided to use his power for us he used all of his wealth for us he uses all of his authority for us and then the Bible says we are to use our power for other people see the Philippians attitude is that God will give us great influence and we're to use it to serve others the way Jesus used his power to serve us we're to use what God gives us to serve other people here the Bible says in verse 5 it says your attitude should be the same as that of Christ Jesus who being in the very nature God himself did not consider equality with God something to be grasped now pay attention to this everybody so you're here it's saying our attitude is to be like Jesus or the way we think is to be the way Jesus thinks and then it says Jesus is God of the entire universe but he did not think that was the most important thing inside of himself in verse 7 it says but he made himself nothing taking the very nature of a servant being made in human likeness and being found in appearance as a man he humbled himself and became obedient to death even death on the cross and then it says therefore God exalted him so in other words Jesus used his power to serve and because he served God chose to exalt him pastor sunday used the gifts of God to serve you and therefore God exalts pastor sunday last night the member of parliament decided to use his authority to serve pastor sunday and as he serves pastor sunday with his power God will choose to exalt him but if people use their own power to exalt themselves God will humble them if they will use their power to serve others God will exalt them when God started to give my dad ideas he invented an idea to make dairy farmers more successful he worked for Hitachi corporation in japan to complete the cassette tape player every cassette that you use was invented in part by my dad music no the cassette itself the cassette tape Ага, вот идея самой кассеты, идея самой аудиокассеты, это мой отец изобрел ее. Okay, so, and he came up with ideas to make it easier for farmers to store grain by the tons. Farmers, it was a new idea, yeah. Другая еще идея, которую изобрел мой отец, это помочь, как размещать зерно, как хранить зерно таким образом, чтобы оно не портилось. То есть, он изобрел новые хранилища для зерна. So, because of dad's thoughts, he made it better for farmers. То есть, это очень помогает сегодня всем фермерам. He made it better for people to be able to listen to sermons and listen to things by tape. Он помог, фактически, всем людям, которые слушают сейчас проповеди на аудиокассетах. He made it better for dairy farmers. Он помог в жизни многих фермеров. Made it better for grain farmers. Во многих других специальностях он также изобрел некоторые вещи. And so, because of that, he was able to make life better for many other people. То есть, фактически, своими изобретениями он облегчил жизнь огромному числу людей. That's your story. Вот это будет ваша история. Your children will tell a story like that about you one day. Ваши дети однажды будут рассказывать то же самое про вас, что я рассказываю про своего отца. When I was down at Bishop Oyedapo's church, in Lagos, Nigeria, one of their men was a normal farm boy out in the country, a village boy. Там был обыкновенный сельский парень. And he became interested in germs and dirt and things like that. И он начал тогда интересоваться вот всякими вот биологическими исследованиями. Начал интересоваться микробами. Вот маленькими такими вот черви. Начал копаться в грязи и начал интересоваться, что там есть на ферме у него. So he started reading everything he could find about microbiology. So he went to school. He did so well, they put him in a better school. И так хорошо учился, что его перевели в еще лучший университет. And as he would pray in the Spirit, God would give him good ideas. И когда он молился на языках, Бог давал ему совершенно уникальные идеи. As he would study, God would help him think. Когда он просто изучал материал, он начинал как-то сверхъестественно размышлять. Бог помогал ему запоминать и углублял его знания. So he was disciplined in his studies. He was open spiritually to the innovation of God. And when I was there, he had completed his doctoral thesis on microbiology and how it impacts malaria, the spread of malaria in Africa. And when I was at the conference in Lagos in Nigeria, he was свидетельствовал о том, что он защищает докторскую диссертацию по его работе, в которой он изобрел лекарство, которое помогает вылечиться от... Он открыл происхождение малярии. Он открыл источник, почему люди заболевают малярией в Африке. И теперь он может помочь в предотвращении этого заболевания во многих-многих странах. So, the United Nations took his work on malaria организация Объединенных Наций взяла вот эту работу про малярию and they adopted it as the global plan to deal with malaria worldwide. И разработала программу, по которой эта технология будет применяться во всех странах мира, помогая везде, во всех медицинских учреждениях, всем. So, today, millions of people are alive because of the innovation that happened in that little village boy. Итак, миллионы и сотни миллионов людей благословенны из-за того, что Бог открыл этому сельскому парню. Ideas. Новые идеи. Ideas make the difference in life. Новшества. Они меняют наши жизни. And here this young man got some good ideas. И вот этот молодой парень, он получил просто новые идеи от Господа. And now it's helping people all over the world. И теперь его работа помогает всем людям по всему миру. See, God has better ideas for you and for me. God has better ideas for us to use in our families. God has better ideas for us to use in our businesses. So we must study. We must pray. We must know God's word. And allow him to bless us. And allow him to strengthen us. So that we can give it away to others. And as we do things to make life better for others, then God will exalt us. Then God will exalt us. But the exaltation can't be our motivation. Но наш мотив это не стать великим. Our motivation is to be blessed so that we can give it away. Наш мотив это стать великим ради других людей чтобы потом благословлять их. Here the Bible says, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. 9 стих 2 глава посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. That at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных земных и преисподних. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Everyone say Jesus is Lord. Jesus is Lord. But understand The Bible says that Jesus did not come to the earth to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. So Jesus used his power to come and serve you. То есть Иисус использовал всю свою власть чтобы прийти к вам So when you come to the altar and you say Jesus forgive me of my sins and save me Jesus comes to serve you. When you say Oh Jesus my body needs healing touch me and heal me Jesus comes and heals you he's here to serve you. So he uses his power and authority to take care of you. He will never leave you. He will never forsake you. He will never fail to hear your prayer. He delights over you. He loves you. He's given his all for you. He will all for you. Oh how deeply he adores you. But he's the king of heaven and earth. So he humbled himself uses his power to make your life better trusting that the same attitude that was in him would be in you so that you would use the power that you have to serve other people. That's God's plan. That's God's anointing for you. Now every one of us have to decide how people are governed. Are governed. How we rule over others. We've seen some people rule over others by brute force. Where they say I'm going to be in charge of you or I will beat you up or hurt you. We see other people in charge of other people through chain of command. I'm your boss and you must work for me. There are a variety of ways people are in charge of others. and so the attitude here is I squat down just a little bit. I am in charge of you. You must do what I tell you to do. I am the big boss. I will tell you how you should be. I am an authority over you. And so you have power over someone else because you have more money or military might or more information or chain of command you must submit because I am a big man. Now see Jesus could have done that but Jesus didn't do that. No instead Jesus used his power to get under us and to help us and to lift us into imperial and inspire us and Jesus wants to help people get up. He's the big strong man. He wants to pull them up. So Jesus doesn't use his power to push us down. Jesus uses his power to lift us up. hallelujah! Very very important because if Jesus uses power to lift us up then we can use our power to lift other people up. And if we're all pushing each other up and pulling one another up everybody in our city ends up better off. That's why God gives us influence. that's why God gives us power. Not to hurt one another and stand on one another but instead to use our power to lift one another. That's why God gives you power. So every one of us love prayer, yes? So what is our reason for praying? To make life better for everyone else in our city? Every one of us love living a moral life, yes? Moral life. And why should we live a moral life? To make life better for everyone around us. If we're faithful to our wives, it makes life better. If we're faithful to our wives, it makes our children better. If we're faithful to our wives, it makes our whole community more stable. It makes them better. better. If we say no to alcohol and drugs, it makes our life better, but it makes everyone around us better. It causes our businesses to be better because we can be there on time. It causes our community to be better because we're trustworthy and honorable. It causes our finances to be better because we use our money for good things instead of alcohol and drugs. See, so by us not drinking and using drugs, we lift our community up. So when we don't use alcohol and drugs we raise our community up. And once we lift our community up, then God sees us using our influence and using our power to encourage others and then he lifts us up. In Matthew 20, 26 the Bible says whoever wants to become great among you must be your servant and whoever wants to be first must be your slave just as the son of man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. Matthew 20, 26, 27 Do you read read all the way through 28? Go ahead read In Mark 9, 25, 25, 25, 25 In Mark 9, 35, the Bible says Jesus called the twelve and said if anyone wants to be first he must be the very last and the servant of all. Now in the name of the Lord Jesus Christ God will call many of you to be in political service and government I charge you in the name of the Lord Jesus to use your political office to serve the public rather than take advantage of them God will call many of you to be leaders in the military in the name of the Lord Jesus Christ use the authority God gives you in the military to make people safer and more comfortable never use your power to be tyrants over them God's plan is that we use government power to serve the public God's plan is that we use military power to make life better, not worse God will give some of you a position of influence in the community through business be just and fair with your employees be faithful to the people that work for you do a good job with your business so they can prosper God will use many of you in your families to give you a position of authority over your children God gives you the authority in your family so you can be a blessing to your children not a tyrant do not abuse your children do not abuse your employees do not abuse those who are under your authority in the government do not abuse those who are under your authority in the government but instead use your position of authority use your position in power use your position of authority to serve those under you that's what Jesus did that's why he forgave the woman caught in adultery that's why he healed the sick that's why he cleansed the lepers that's why he took care of his twelve disciples that's why he came to the earth to begin with it's because he used his power and authority with an attitude of service around him now I have authority in my own country sometimes I have to fire people but I fire people for their own good sometimes I have to discipline my children I discipline my children for their own good sometimes I meet with government leaders and we make decisions about government we make decisions based on what's good for the people at large so we use our power with the same attitude Jesus used his power to serve and to lift people up hallelujah let's all stand together now open your hands toward heaven every one of you in this room have authority у каждого из вас в этом зале уже есть определенная власть every one of you in this room have power у каждого из вас уже есть определенная сила every one of you in this room have influence у каждого из вас уже есть определенное влияние now God wants you to use that power and influence Бог хочет чтобы вы использовали это влияние to make life better for other people во благо других людей чтобы их жизнь стала лучше to serve people чтобы послужить другим людям to encourage people чтобы вдохновлять других людей to make life better for people чтобы жизнь вокруг вас становилась лучше in the name of the Lord Jesus во имя Господа Иисуса Христа we release the healing anointing мы высвобождаем помазание и исцеление in every man and woman на каждого мужчину и женщину we release success and health мы высвобождаем успех и власть we release fresh ideas from the Holy Spirit we release the perfect will of God мы высвобождаем волю блокно на их жизнь so every one of us чтобы каждый из нас can make life better for those around us мы можем улучшить жизнь тех людей которые вокруг нас heavenly father we adopt your attitude небесный отец мы принимаем такое отношение к сердцу we submit to your plan мы отдаемся в твои руки to cause Kiev, Ukraine to be blessed this city is blessed because of us we bless this city in Jesus' name hallelujah долларов fondo yes если моя жизнь отец мы пояснием где ты мы пояснием новое девушек новое отец и Назначение Духа Святого, назначение властью Бога, мудрость Божью, чтобы завоевать. Открыть свой дух, ввес оба свой дух сегодня. Ввес оба свой дух сегодня. Ввес оба свой дух, сына в Духа Болиз. Ввес оба свой дух, сына в Духа Болиз. Ввес оба свой дух, сына в Духа Болиз. ДАТО СПО! 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 ДАТО СПО Субтитры подогнал «Симон» 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 «Цемон» «Симон» «Симон» About 30 years ago, the United States of America went into a period of decline. Japan was rising in strength, economically. Japan was starting to make all the computers, Japan was starting to make many of the things we were buying, and Japanese were buying much of the real estate in America. So we called a prayer meeting in Washington, D.C. Hundreds of thousands of people came. And we prayed there at the Washington Monument that God would start to speak to our research and development people. And that God would start to give our corporate people better ideas than they'd ever had before. And within two years after that prayer meeting, после этого молитвенного собрания, не прошло и двух лет, American corporations started to become innovative and creative again. That's God's plan for you. Слушайте, это Божий план для вас. Hallelujah! Hallelujah! That God will use your nation to be innovative and creative and make the world a better place. And then you use your power to serve the world. And then, из-за того, что у вас будет позиция, влияние и деньги, вы сможете служить всему миру. Hallelujah! Thank God. Дай Богу славу, церковь! Pastor Ted, я теперь понимаю почему у вас такая церковь. I don't understand why you have such a successful church. Yeah. Очень редко видит пастырей, у которых это качество есть. I can see this very rare quality of the pastors. Many people do not understand this principle, that in order to have a successful church, you don't just need to be anointed. Но нужно уметь logически выстреливать мысли. But you must put all thoughts in logic. И уметь превратить Евангелие в практическое вооружение для членов церкви. And you must have the ability to turn the gospel into very practical principles, how to equip, that you equip your people in the church. И потом, твои люди начинают делать, практиковать Евангелие так практично, что автоматически они будут приводить людей в церковь. В церковь будет расти автоматически. And then your people in the church will use these practical principles of the gospel, and automatically the church will grow. Hallelujah! И я вижу это в том, как он проповедует. And I see it in his preaching. Его презентация, его то, как он выдает мысли. Можно говорить, что неслушайно он великий. И что поэтому он великий пастор. That's why he's a big pastor. Спасибо. Вы даете не просто зажигающий проповедь. You give us not just full of fire messages. Но то, что поможет нам практически. But you give us the practical things that will help us. Спасибо вам большое. Hallelujah. Thank you. You always think you don't want to preach tomorrow. Huh? Спасибо. Продолжение следует...